Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и вот эти милые зверушки. Меня вчера под видео предупредили насчет того, что несмотря что инспектор может пропустить ваши фотографии, но владелец все равно может предъявить свои права. Но это вот не китайская игрушка, чтобы вы знали, и это тоже нет. И поэтому, как бы мне жалко с ними расставаться, я решил сделать несколько хитрее, то есть их немного закамуфлировать. Я думал о том, как это сделать, а потом мне пришла такая мысль, обычно если я просыпаюсь ночью, да, с какой-то мыслью, я быстренько записываю, а потом начинаю обдумывать. И вот сегодня я как раз вам хотел показать вот этот момент, как зарождается мысль. Я записал у себя там в этом вайпеде, я записал, что зайчики маляры и цыплята маляры. И все, этого мне достаточно было. И вот пока я ехал на работу, у меня уже в голове сложилась картинка, и я сейчас пойду вам в фотошопе покажу, как я ее там, как себе это вижу. И это будет довольно-таки интересное видео, то есть как идея, от идеи идет к исполнению. Тем более, что вот травка у нас немножко подросла, правда она слабенькая какая-то совсем, но она надо больше, она сразу ложится, стоит ее чуть-чуть примять, короче говоря, не знаю. Но хочется сделать что-то такое уже на траве, и поэтому мы сейчас попробуем. Пойдем сначала в фотошоп, потом вернемся сюда. Так, возьмем белый листик, нарисуем яичко сначала, центральную часть композиции, табареточку. И щенчика, вот так. Валик с краской, прямо ему в крылышко. А с этой стороны, я думаю, зайчик будет поддерживать, то есть тот будет красить, а этот будет ему помогать, поддерживать. Вот так. Так, теперь это все будет на траве у нас, вот так. Угу. Ну и я думаю, что вверху попробуем, так валик красный, покажем краска как будет идти, вверху попробуем сделать небушко. Вот, пожалуйста. После почеркушек там, я вернулся к себе в стимпанковскую мастерскую, наделал тут всяких прибамбасиков, сейчас ближе покажу. То есть, пришлось вспомнить детство, сделать парочку таких малярских совершенно шапочек, ему и ему. Потом, табаретка у меня была. Я сделал несколько таких, три штуки цветочков, которые буду вставлять в траву. И, моя гордость, это валик. Я сделал валик. Ну вот, после того, как все готово, мы с вами можем пойти на фотографическую площадку и там попробовать начать наш натюрморт. Не обращайте внимания на гул, это сзади у меня долбят стенки, хотят лестницу сделать, что ли, четыре года строят. Ну, ладно. В общем, вперед. Итак, перво-наперво поставим сюда. Сейчас посмотрю, как это будет смотреться. Ну, вот так это в итоге выглядит. Теперь поставлю камеру. Начну снимать. Так, немножечко я вдоль поставил, так мне показалось лучше. Зайчик с глазами глядывает. У меня она векрень такая. Так. Ну, вроде бы все. Все, теперь, значит так, у меня слева от вас соутбок, здесь и сверху. То есть, обычная схема трепенька. И сейчас я начну делать серию фотографий, а потом уже в фотошопе мы с вами выберем лучшую. Так, ну-ка. Вот так. На птенчике пересвет. Как-то надо от него избавиться. Так. Как-то вот так, наверное. Вот так лучше. Отлично. Ложа еще маленькая. Ну и хорошо. Так, вот одна из картинок, которую я выбрал. В принципе, все нормально в ней. Я сделаю чуть-чуть темнее, потому что, когда фотографировал, потому что буду фон высвечивать первонаперво. Выставим горизонт. Сделаем кадрирование. Вот так. Видим, здесь есть проблемы с травой. Ну, редкий у нас газончик, ничего не сделаешь. Поэтому придется различными способами. Тут и штампик, тут и перенос кусочков, смазками. То есть, любые средства хороши. Вот так потянули, допустим. Лишь бы у нас вот этот кусочек, допустим, и все остальные были закрыты. Смазку берем. Вот теперь смазка, можем более точно это все сделать. То есть, вот так ходим и смотрим, где у нас что ненормально с этой травкой. С ней придется повозиться, но здесь вот тоже закрыть. Может быть, заплатку использовать, а потом палец размытия. Ну, вот теперь еще при помощи пальца и с помощью высветлить, затемнеть сделаем. Теперь вот с помощью пипеточки как раз мы сейчас сделаем посветлее. И видим, что яйцо пересвечено. Ну, тут другого не получается, лишь бы оно было видно. Вот сейчас мы сделаем маску. Вот так. И, ну, это перебор явный. Потихонечку, не спеша. Вот так. А дело в том, что тут я все равно собираюсь краску сделать. Ну, чтобы было пока видно. А там мы закрасим это все дело. Так. Можем тут с помощью поиграть. Высветлить чуть-чуть. Так. Сделал копию. Теперь у нас высветлилась трава. И чтобы этого не было, берем маску. Берем и черным цветом, вернее, маской белым цветом мы сейчас будем вот так затемнять. Вот затемнили. Все хорошо. Так. Дальше. Я тут прямо из форточки сфотографировал, вернее, из окна сфотографировал небо. Слава Богу, сегодня было светлое. И использую сейчас сразу же его сюда. Подсветлю кое-где. Вот хвостик надо подсветить там. Еще кое-что. Шапочки, может быть. В общем, я работаю с масками. И с помощью масок добавляю светлых тонов или темных тонов. Так. Теперь загрузим небушка. Ну, его сейчас. Не охота было на улице идти. Поэтому вот так сейчас раздвинем его. Вот так. И все. Файл большой, поэтому все будет нормально. Угу. И закрыли черную маску. И теперь сверху. Градиентом стараемся сделать небо. И с помощью затягунок. Ой, затягунок. Ну. Как он называется-то? Затягунок. Я хотел сказать. Насыщенности. Сделаем небо более голубым. Так. Все. С этим покончено. Создадим новый слой. И закрасим его вот так. Красной красочкой. Которую потом еще немножко подсветлим. Подработаем. Левый верхний угол. Я хочу немножко подсветлить. Видите, я уменьшил. Вижу, что он вырывается как бы из общего. Поэтому возьму сейчас осветлитель. Вот. Где он у нас? Вот он. Так. И побольше сделаю кисть. И вот так пройдусь. Все. Ну вот. Наша малярная бригада отыграла свою роль. Довольно-таки хорошо. На мой взгляд. И мы получили с вами вот эту картинку. Что вам сказать. Я ей в общем-то доволен. Она несет такое позитивное. Такое пасхальное настроение. Все, что там нужно. Травка. Крашеные яйца. Маляры. Все есть. Ну и. Я думаю. Тут не в этом даже главное. Я хотел вам показать. Как идет. Вот. От первого толчка. От первой идеи. И до исполнения. Я надеюсь, что вам это понравилось. В ближайшие дни. Я буду готовиться. К фотографированию Ричарда. В образе. Зайца. Этого самого пасхального. Надо и с ним еще потренироваться. Подрессировать. И потом я вам это тоже покажу. Я думаю, что это будет тоже интересно. Ну а до тех пор. Фирма Петерсон и я Эдвард Петер. Прощаемся с вами. Мы желаем вам всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин.